Уважаемый Сергей Вадимович, уважаемые коллеги, я давно не был в таком сообществе юристов, мне это очень приятно, и я со многими из вас много работал в части, касающейся развития юридического образования, развития юридической науки, поэтому сегодня с удовольствием поделюсь некоторыми соображениями, связанными с развитием юридического образования на новом этапе. Ну, во-первых, чтобы мы понимали, до сих пор юридическое образование является одним из наиболее популярных, которые выбирают для поступления на юриспруденцию, в широком смысле слова, я сейчас использую как обобщающее понятие, конечно, больше всего до сих пор у выпускников школ в топ-5 входит всегда юриспруденция. И мы не можем игнорировать, мне кажется, это имеет и исторические предпосылки, юридическое образование всегда было в университетах, и оно востребовано сегодня. Вторая важная особенность, она состоит в том, что в результате разного рода преобразований, конечно, крен изменился от так называемого классического специалитета, который был до 2000, скажем, примерно, ну, по выпуску до 2011 года в сторону в основном четырехлетней формы обучения, бакалавриата. Если сегодня 400 тысяч человек у нас обучаются, то по примерной цифре, там, у 2021 года 70 тысяч – это выпускники бакалавриата, 7 тысяч – это специалитет, и 25 тысяч – уровень магистратуры. Что обращает на себя внимание? В результате вот перехода, скажем, на бакалавриат и магистратуру, профессиональное сообщество сказало свое слово, а профессиональное сообщество – это будущие работодатели, это правоохранительные органы, это силовые структуры, это адвокатское сообщество, это судейское сообщество. И давайте просто говорить по факту, это нехорошо, неплохо, но наряду с бакалавриатом у нас есть еще минимум три специалитета, что, на мой взгляд, просто является отражением некого такого диалектического противоречия, признанием и непризнанием разного рода сроков обучения и все, что с этим связано. Поскольку у меня пять минут, я хочу сказать, что юридическое образование, инженерное, естественно научное, любое другое имеет свою специфику, но юридическое образование, оно, безусловно, имеет специфику, связанную с двумя обстоятельствами. Во-первых, это особенность национальной правовой системы, и, как правило, специалистов, которым готовим, 90%, 95%, 98%. У меня нет такой статистики, но думаю, что это львиная доля специалистов, они ориентируются на рынок труда внутри страны, и, конечно же, в этой связи вопросы, связанные с мобильностью и с возможностью трудоустройства в других юрисдикциях, условно говоря, они не актуальны. Второе, это вопросы, ну, без привлечения национальной безопасности. Подготовка юридических кадров неразрывно связана с вопросами национальной безопасности, ибо, ну, отправление правосудия, осуществление дознания, следствия, защита прав, свобод человека и гражданина, который является наивысшей ценностью по Конституции, работа в сфере, связанной с укреплением основ конституционного строя, защиты, ну, по-моему, для любого юриста это очевидная вещь. И, исходя из этого, мы должны понимать, что это, конечно, предопределяет специфику. Теперь, переходя к, собственно, так скажем, к возможным преобразованиям, я на что хочу обратить внимание. Мне кажется, что вот эта история с четырехлетним сроком обучения, она вошла в противоречие с тем, что вот здесь сидят коллеги, уважаемые деканы факультетов, руководители вузов юридических, руководители институтов в структуре. Юриспруденция – это одно из немногих направлений, где количество обязательных дисциплин самое большое. 28 обязательных дисциплин. Если смотреть в ГОС и других направлений, то не больше пяти. Остальная там часть, она так или иначе может выбираться. И вот в это прокрустово ложе, когда, с одной стороны, надо дать обязательный перечень юридических дисциплин и им предшествующих, а там спорят коллеги, история государства и права, или есть Россия, это юридическое или не юридическое, я в этот спор не буду вступать, но без нее, очевидно, не будет нормального образования. И, с другой стороны, срока обучения, как минимум, наводят нас на мысль, что надо внимательно смотреть, к какому виду деятельности мы готовим выпускника. И не случайно опыт некоторых вузов, той же высшей школы экономики, которая попробовала 4 года сначала готовить юристов, но потом, учитывая уровень сложности, все-таки перешли на пятилетний бакалавриат. При этом, это тоже не секрет, пятый год в этом бакалавриате они оплачивали сами, поскольку нормативного, соответственно, задания не было. Но бакалавриат ведь привлекательен тем, что можно было бесплатно поступить в магистратуру, и в этой связи это, как у нас говорят, немножко преимущество, да, хотя с точки зрения, мне кажется, вообще возможности для абитуриентов, не важно, что он заканчивает, магистратуру или специалитет, он должен, вернее, бакалавриат или специалитет, если он хочет получить углубленное образование дальше, он должен также идти и получать, в том числе, бесплатно на конкурсной основе. Поэтому вектор наших преобразований, он достаточно предложений, вернее, сегодня, достаточно простой. Мы считаем, что должно быть понятие базового или основного высшего образования, в том числе юридического. Это базовое, основное, высшее образование должно быть достаточным для того, чтобы сделать карьеру в жизни, даже если тебе нет необходимости дальше свои знания углублять. То есть этого базового образования, как и большинство из здесь сидящих, когда-то получивших пятилетнее образование, достаточно для работы в прокуратуре, в следственных органах, в МВД, в адвокатуре, в органах публичной власти, федеральной, региональной, муниципальной, ну и дальше в любой степени сложности. При этом сроки обучения, часто приводят аргумент, говорят, а в советское время готовили 4 года. Но и сегодня я считаю, что профессиональное сообщество юридическое, тем более одно из лучших консолидированное в стране, есть ассоциация юристов, очень хорошо работает специальная общественная организация, которая занимается вопросами качества юридического образования. Вполне может ранжировать, и даже в одном университете специализированном, либо на одном из факультетов ведущих, почему нет, могут быть программы основного или базового высшего юридического образования разным сроком, разной продолжительностью. Потому что мы понимаем, что работать юрисконсультом в небольшой организации – это одна степень сложности, а работать следователем по особо важным делам – это другой степень сложности. И, кстати сказать, здесь требования, квалификационные требования к должностям, которые мы должны будем вместе с коллегами так или иначе скорректировать. Хотя вы знаете, что сегодня, удивительные вещи у нас и сегодня, во многих правоохранительных органах, вы не сможете сделать с первым, так условно говоря, образованием бакалавра, работать всю свою жизнь, следуя со ступени на ступень, то есть, насколько мне известно, и в прокуратуре, и в других, по закону, в других правоохранительных органах, силовых структурах. Для того, чтобы делать карьеру и идти дальше, необходимо иметь образование, в том числе юридическое, по уровню магистратуры. При этом, базовое образование юридическое по магистратуре вы не можете получить, то зачитывается только еще и бакалаврское образование. Наверное, мы от этого можем легко уйти, сказав, что если у вас базовое, пятилетнее образование юридическое и учебный план достаточен для того, чтобы подготовить к этому сложному виду деятельности в прокуратуре или в следственном управлении, в органах публичной власти, то у вас нет необходимости потом идти за дипломом магистра. Что касается специализированного высшего образования, то бишь магистратуры, но мы предлагаем подход такой, что специализированное высшее образование, а в частности магистратура, ординатура, ну это для системы здравоохранения, и ассистентура стажировки для классических, для вузов культуры, то здесь на что надо обратить внимание? Образование этого уровня не должно быть избыточным. За ним должны идти, или вернее сюда должны поступать только те, кому действительно нужны необходимые знания. Это либо подготовка к специфическому виду исследовательской деятельности, либо получение уникальных знаний, там, ну могу привести пример, сколько нам надо специалистов, там, спортивное право, или право, связанное, там, с морское право, которое, очевидно, человек получает особую огранку интеллектуальную для очень уникальных видов деятельности и специфических сфер, имея при этом фундаментальное, хорошее, базовое юридическое образование. И мне сложно представить, что такие сложные материи, как морское право, или даже спортивное, или, там, могу продолжить, да, или право высоких технологий, условно, которые сегодня у нас большая потребность, там, связанных со специалистами-юристами, которые бы помогали нам в развитии генетических технологий, синхротронных и нейтронных исследований, этот перечень, могу, там, климатических исследований, это право высоких технологий. Так вот, мне сложно представить, что можно за год или за два в магистратуре получить соответствующую огранку юридическую, если у тебя не изучал теорию государства и права, правоохранительные органы, ты не понимаешь, там, базовые вещи международного публичного права и какие-то еще дисциплины, которые в базе лежат юридического образования. Поэтому в завершении такого вот своего вступительного слова, уважаемый Сергей Владимирович, уважаемая коллегия, мы, на наш взгляд, предлагаем такой эволюционный подход на стыке баланса интересов университетов, студентов, абитуриентов и работодателей через разного рода механизмы согласования этих интересов, я сейчас сюда не буду погрожаться, потому что тема отдельной дискуссии, когда будет базовое основное высшее образование, квалификация будет указана не бакалавр, а юрист, потому что работодатель теряется, когда видит квалификацию бакалавр, причем независимо от того, ты учился по технической физике или по респруденции, у тебя почему-то квалификация бакалавра. Мы как бы степени, квалификации и разного рода другие понятия немножко здесь смешали, надо бы вернуться на шаг назад и сделать правильно эти вещи. Конечно, это потребует определенной корректировки, и мы здесь рассчитываем на юридическое сообщество квалификационных требований к должностям, но в конечном итоге, это и с экономической точки зрения, на наш взгляд, и с точки зрения сущностной, будет правильный шаг вперед с учетом накопленного опыта. Но специализированное высшее образование, уровень магистратуры, должно остаться в тех университетах, которые имеют для этого, ну и респруденция все-таки гуманитарная, и наука, и область такая, поэтому здесь в меньшей степени учебно-лабораторное оборудование требуется, хотя современные методы, мы понимаем, допустим, и дознания, и следствия, и вообще, в принципе, вот все, что в этом направлении, наверное, сегодня не помешает юристам много всего знать и из технических наук, и естественных наук, но тем не менее, те университеты должны держать магистратуру, которые для этого имеют действительно квалифицированнейший устойчивый штат преподавателей высококлассных, способных обеспечить другой уровень сложности, другие методы преподавания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...